Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зуфра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы вам расскажем. Бездействие и пассивность. Председатель правительства республики подверг критике чиновников за плохую работу по реализации нацпроектов. Зерна будет много. В республике завершилась уборка азимых. В этом году аграрии получили около 230 тысяч тонн. В первый класс с классиками дагестанской поэзии. Махачкалинская мэрия подарила школьникам тетради с изображением и произведениями Фазу Алиева и Расула Гамзатова. Устроили темные судьи. Избившим арбитро-футболистам клуба «Дербент» грозит пожизненная дисполификация. Из более чем 29 миллиардов рублей, выделенных для Дагестана по нацпроектам, освоено чуть больше 11 миллиардов, около 40%. Председатель правительства республики подверг резкой критике работу чиновников. Бездействие и пассивная работа министерств, по словам премьера, приводит к социальной напряженности в регионе. Где-то в селе не расстроят школы, папы, дети, сады. А вы, в свою очередь, возвращаете миллионы и миллиарды рублей неосвоенных средств. Так не должно быть, уважаемые коллеги. Мне не хочется призывать опять еще раз к совести никого. По итогам года мы будем поднимать, по каким нацпроектам нам придется принимать кадровое решение. Этот вопрос находится на контроле у главы республики Дагестан Сергея Алимича Мерикова. Мне нужно, как председатель, узнать, какие риски существуют и что необходимо делать для исключения рискового достижения индикаторов по всем проектам. Но есть и хорошие новости. В республике завершилась уборка озимых зерновых культур. В этом году аграрии получили около 230 тысяч тонн, что почти на 8% больше по сравнению с прошлым годом. Подробнее об этом расскажет Патимат Ханапова. Ей слово. Эта земля в селе Атланаул не возделывалась около 20 лет. И вот уже три года, как ее вели в оборот. Результаты впечатляют. Урожайность за короткий период выросла в два раза. От 20 центнеров с гектара до 43. Наивысшая урожайность зерновых в этом году достигнута в Буйнакском районе. Эксперты говорят, связано это с тем, что в хозяйствах во главу угла ставят вопросы внедрения современных агротехнологий. Вообще отношение к земле, отношение к своему производству удивило. Есть аграрии, которые нацелены на работу. Здесь хороший урожай. Около 40 центнеров урожая с гектара получает. Это хорошие показатели. Таких показателей не было. Используются научные методы, агротехнические мероприятия. Сопровождает на хорошем уровне. Здесь опытный специалист, начальник управления сельского хозяйства. Высочайшие показатели на земле в этом году и на полях села Нижнее Казанище. 57 центнеров с гектара. Это в два раза больше по сравнению с общереспубликанской урожайностью. Тем более, учитывая, что аграрии работают на предгорных землях. Такой успех эксперты связывают с использованием черных паров. Они позволяют накапливать влагу, а это необходимо ввиду засушливости региона. Этот год, удачная осень прошлого года, когда выпала в августе, сентябре, октябре около 200 миллиметров осадков. Это полугодовая норма. И плюс март, май этого года выпало около 150 миллиметров. Благоприятно оказалось на результатах этой уборки. Это небывалый урожай в истории Буйнаковского района. Это благодаря той технологии, которую мы копировали со Ставрополья, с учетом наших условий, соблюдения всех научных требований для технологий производства зимой пшеницы. Успех в этой сфере, признаются специалисты, безусловно связан с энтузиазмом и трудолюбием местных аграрий. Дагестанские хозяйства планомерно расширяют пассивные площади, активно применяют новые технологии, обновляют парк сельхозтехники. В этом им помогает и Министерство сельского хозяйства республики, выделяя по возможности государственные субсидии на эти цели. По тематам Ханапова, Мурат Бибарзов, Новости ННТ, Буйнакский район. Дагестан наряду с Калининградской областью первый в списке лучших туристических мест. Регион обошел Краснодарский край и Крым. Рейтинг опубликовал сервис «Суперджоп», основываясь на опросе почти 2,5 тысяч человек, посещавших основные курорты страны в течение последнего года. Респондентов попросили назвать сильные и слабые стороны главных направлений для отдыхающих по четырем критериям – инфраструктуре и сервису, чистоте общественных мест и отношению к природе. Дагестан получил максимальные оценки в рейтинге за гостеприимство местных жителей и за соотношение цен и качества услуг. В Махачкале продолжается реализация федеральной программы формирования комфортной городской среды. Во дворе дома номер 58 и 58А по улице Зои Космодемьянской проживает ветеран Великой Отечественной войны Илья Сказиханов. На встрече с мэром Махачкалы фронтовик попросил помочь в благоустройстве дворовой территории. На сегодня на данном участке выполнены работы по асфальтировке, установлен бордюрный камень, уложена тротуарная плитка и резиновое покрытие для игровой площадки. Идет монтаж детского игрового оборудования. Работа выполнена на 99%. Около 40 писателей из регионов России прибыли на Гамзатовский фестиваль «Дни белых журавлей». Ежегодно, по доброй традиции, в сентябре республика встречает друзей и коллег народного поэта. Накануне участники Пленума Союза писателей России встретились с главой правительства Дагестана. Премьер напомнил, что в следующем году страна отметит столетие Расула Гамзатова. Во время беседы гости поделились воспоминаниями о творчестве великого поэта. Вам огромное спасибо за то, что Союз писателей России провел вчерашнее ваше мероприятие здесь. Вы сегодня находитесь здесь. Недавно я читал в Ютьюбе одно из последних интервью Расула Гамзатова. У нас была такая корреспондент Ольга Мамедова на нашем телевидении дагестанском. И она ему задает много очень серьезных, щепетильных вопросов. И даже она ему задала вопрос, русская культура какое участие приняла в сохранении и приумножении нашей дагестанской культуры. И Расула Гамзатова я четко отметил, что у нас должна быть национальная идентичность, у нас должна быть национальная культура, она должна быть сохранена. Вместе с тем, лучшие качества русской культуры, наоборот, обогатили нашу культуру. И быть всех дагестанцов. Поэтому мы единый народ, российский народ. Вам огромное спасибо. Поэтому мы приезжаем с открытым сердцем, приезжаем с благодарностью к вам. И то, что здесь практически вся Россия со всех федеральных округов, это только подчеркивает наше безумное уважение и к исторической личности, и к самой земле, и к самой истории Дагестана. Тетради с Фазу и Расула. Мэрия столицы в начале учебного года решила подарить всем первоклассникам Махачкалы тетради с изображением и произведениями классиков дагестанской поэзии. В этом году наша республика отмечает 90-летие со дня рождения народной поэтессы Дагестана Фазу Гамзатовны Алиевой. В следующий год, год столетия со дня рождения Расула Гамзатова и Чагамзатова, мы решили подарить всем первоклассникам Махачкалы тетради с изображением и произведениями наших величайших поэтов. 12 тысяч махачкалинских первоклассников получат их в подарок. С этих тетрадей начнется знакомство юных махачкалинцев с миром поэзии и прозы родного края. Уверен, что такое начало нового учебного года будет самым правильным. В столице Донстарт праздничным мероприятием, приуроченным к 165-летию со дня придания статуса города Махачкале. С сегодняшнего дня и до 25 сентября будет длиться эстафета празднеств. 9, 10 и 11 сентября в парке Акгель пройдут два фестиваля – «Рыбные дары России» и «Фестиваль чуду». Вас ждут ярмарки, выставки, фудзона с угощениями и развлекательные мероприятия. Мы приготовим самое большое чуду и обязательно угостим им вас. Приходите в парк Акгель всей семьей на лучший фестиваль этой осени. Международный Олимпийский комитет оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов. Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс после заседания исполкома. Никаких флагов, атрибутики, гимнов, никаких международных турниров на территории России, заявил Адамс. Напомним, в феврале МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Избившим судью футболистам клуба «Дербент» грозит пожизненная дисквалификация. Инцидент случился 7 сентября после окончания матча третьего дивизиона чемпионата России, в котором клуб из Южного Дагестана в гостях играл с командой из Астрахани. На 87-й минуте встречи арбитр удалил футболиста «Дербент», что привело к потасовке между игроками обоих клубов. После игры несколько футболистов «Дербента» зашли в судейскую и избили арбитра. Теперь спортсменам грозит наказание от двух лет до пожизненного срока дисквалификации. Помимо этого, меры наказания будут применены и к тренерам. А махачкаринская «Динамо» сыграет с одним из лидеров первой лиги. В девятом туре национального чемпионата дагестанский клуб отправится в гости к Балтике. Матч пройдет в ближайшее воскресенье, 12 сентября, в Калининграде. Махачкаринцы с 13 очками занимают седьмое место в таблице. В случае победы они смогут обогнать Балтику, в активе которой 15 очков и третье место. Таковы новости к этому часу. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс. Добрых вам новостей и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова